Радио 54 Фестиваль Перекрёсток для Сибири Это очень знаковая история Потому что в Сибири хватает фестивалей Есть фестиваль в гостях у Арлекина В Омске, есть фестиваль в Томске Правда, сибирский фестиваль Но это немножко не про кукол, конечно Нет, нет, и у нас есть именно Томский, сибирский Он назывался когда-то ли Сибирский валенок, ну что-то такое У нас хватало Фестивалей в Урале Тоже достаточное количество И кукольников, для кукольников И знаковые имена У нас два основных знаковых имени Это театр Сергея Владимировича Образцова В Москве И, соответственно, у нас был такой Мастер, Михаил Михайлович Королёв Тогда в Ленинграде, в Санкт-Петербурге Который вообще отдельную школу Создал, и мы в этом смысле Впереди планеты всей, потому что Мало того, что культурная столица, еще и столица кукольников Вот Новосибирск На целый длинный срок И достаточно большой Стал тоже столицей кукольников Сибири Это очень хорошо, потому что это хорошая подвижка Популярность театра кукол есть Она же Ведь это оживление Анимационный вид искусства А духотворение Когда человек берет неживую природу И делает ее живой Оживляет Каждый из нас кукольник Я уверен, что каждый из вас в детстве Соприкасался с этим видом искусства Тем более, да, их очень много видов Кукольного театра Они многие представлены на фестивале? Да, да, это уже типы кукол Потому что сам вид искусства кукольный А типы их более ста систем Ведь все делали собачку, да, вот в тени А это ведь тоже кукольный Конечно, потому что театр кукол Театр теней Все считают, что театр кукол начинался вот с перчаточной То есть с петрушки Петрушка, да Да, это не очень правда Вообще театр кукол имеет длинную-длинную историю Итальянцы считают, что вообще с них начинался И марионетки начинали с них И вообще это марионетки Потому что Верховные есть Да, их много, их очень много Я к чему хочу сказать, что вот Италия Даже персонаж, который управлял им Назывался Невропаст И эти были куклы на ниточке Которые передвигались Вот так перебегали Это марионетки как раз, да? Это марионетки, да И Италия вообще считает, что она прародительница Вообще толчок дали леонские французские кукольники Которые стали путешествовать по миру И у нас так появились театры Батлейки, русский вертеп, соответственно И Шопка Этого Польша Это истории рождественские Рождественский вертеп, так называемый Это штоковые куколки И такого количества кукол Систем безумное множество А ваш любимый тип куклы какой? Вообще планшетная кукла Да? Да И она у всех Потому что ты берешь куклу Ставишь ее И вот там, пожалуйста И тебя видно, и куклу видно И ваше взаимоотношение видно Но это ближе к теории отстранения Бертольда Брехта Театр кукол Это единственный вид искусства Который позволяет человеку Чувствовать себя близким туда И что мы произошли не от обезьяны А вы сами сейчас часто берете в руки куклы? Давно был последний раз? Ну, когда ставишь спектакль И тебе артист рассказывает Что это невозможно Ты говоришь Давайте, и теперь я попробую И получается, что А как вы? А почему? Потому что другое восприятие Я куклу воспринимаю Как часть продолжения себя И этим кукольники Думаете, у чего они-то В театр кукол-то идут? Актеры, режиссеры В детстве очень хочется побывать Подольше Ну, не впадать, конечно Наверное, особенно хорошо Это чувствуют кукольники-червовещатели Ух, это Если все будет в порядке Джефф Даннам вот мне нравится Вот, пожалуйста, потрясающе А девочка, да? Да, девочка, да, тоже Это вообще Которой 10 лет было Которой выиграла Как там? Голос Америки Или что-то Ну, а, звезда Америки Как-то так Не помню, как ее зовут Да, но девочка тоже видел В Ютюбе мы ее видели Ну, Джефф Даннам, конечно Это вообще чума Это, да Давайте о более местной И близкой к нам чуме Что мы имеем на фестивалях И на нашем перекрестке Что вы уже успели увидеть И вообще за ваш опыт Как часто меняется Какой-то жанр Репертуарной разновидности Что вы видите Какие изменения и тенденции Вот в театре кукол Вы знаете, очень сильно любят куклу В современной драматургии И в классической драматургии Я видел потрясающий спектакль Вишневый сад Не касаемо этого фестиваля Я буду стараться минимально говорить О спектаклях этого фестиваля Потому что я все-таки в жюри И чтобы не считалось Не сбалтнуть лишнего Ну да Или там кому-то дать лучшую оценку Хотя уже эти А у нас оценок нет, к счастью Мы лишь мотивируем И мы не судим Мы помогаем посмотреть на себя С нашей стороны Со стороны людей Которые как будто бы больше знают Это неправда Чтобы подсказать, может быть Да, да, да Говорит, добрый совет Хотя лучше помогать Иногда по-другому Ну вот Я поняла Возвращаясь Вот к нашему виду искусства В принципе Спектакль Вишневый сад Ушел из жизни Замечательный народный артист Станислав Федорович Железкин Теперь театр Огни Вомытичек Будет носить его имя Ему в спектакле Вишневый сад Который поставил Олег Жукжда Гениальный режиссер Из Белоруссии Ученик Петербургской школы Сцена Фирса Идет кукла-марионетка А мы видим Большой актер Видет Вот мы же видим Большого артиста Но при этом смотрим На эту маленькую куклу-марионетку Которая несет На подносе рюмочку Своим хозяевам Вдруг спотыкается Эта кукла падает Весь зал До мурашек по коже Переживает Переживает То, как ударился этот старичок Он говорит Ничего, ничего Вот такое И вот это Невидимые миру слезы Нас всех и трогает Это отдельное ощущение В театре кукол Особенно русской культуры Потому что Ну вообще русский театр кукол Или советский Потому что он был сформирован Как серьезный репертуарный театр Именно в советский период Вот, кстати Наш фестиваль Кукарда Посвящен Столетнему юбилею Первого Государственного Театра кукол Советской эпохи В 1918 году Был создан Санкт-Переводский А так далее Петроградский Театр марионеток Представляете себе Вот что делало А дальше Советский период Дал Фантастический толчок К развитию нашей культуры И в частности Культуры театра кукол Знаменитая Уральская зона У нас председатель жюри Выдающийся режиссер Виктор Львович Шрайман Блистательный создатель Театра кукола И актера Буратинов Буратинов Магнитогорский Его спектакль Дом, который построил Свир Дракон В советский период Это было явление Очереди стояли Театр Сударушкина Который был Вот все театры Которые создавались В театре кукол Все в конце 60-70-х годах Очереди стояли Чтобы попасть На взрослый спектакль И именно в этих местах Сейчас творится Вот эта вот Тенденция к восприятию театра Кукол не только Как развлечение Для маленьких детей А именно в серьезном направлении Слушайте, у вас же тоже есть Инклюзивный театр У вас в Новосибирске У вас много Тоже очень много подвижников Мы стараемся не стоять на месте Ну как мы На наши театралы И вы тоже Потому что СМИ Это тот самый главный Двигатель Всех творческих И нетворческих идей Новосибирский театр кукол Совершенно неожиданно Выступил Своим удивительным Не буду оценочных Характеристик давать Чтобы меня не сказали Жюри предвзято Или наоборот Сильно влюбленно Говорит о театре Но спектакль Похоронить меня за плинтусом Меня поразил Это явление И Новосибирский театр кукол Этим явлением Открылся для нас С другой стороны Теперь мы его знаем И это очень круто Мне очень нравится Что Юра Горлатов Который стал Директором театра И который Подвижник Оказался Нашего вида искусства Он же вроде бы Как бы не наш кукольник Но он кукольник Вот смотрите Это же надо Представляете Сколько сил и энергии Вложить в то Чтобы создать Первый фестиваль Притащить сюда Сразу Два с половиной года Он говорит Мы шли к этому фестивалю Вы представите Какая афиша Потому что надо было Привезти иностранцев Настоящих иностранцев Семь стран Пятнадцать театров До первого июня У вас еще есть время Дорогие друзья Сходить на фестивали Спектакли Проходят не только В областном театре кукол Но и в студенческом театре пули В доме культуры Имени Октябрьской революции Это все рядом Красный факел И филармонии тоже То есть площадки использованы И это тоже очень хорошая история Вот у меня есть идея такая Культурных мостов И это идея нашего фестиваля Так вот мне нравится Что она оказалась Такая востребована везде И даже Вроде Как все думают Что холодная Сибирь Она оказалась очень горячей Замечательные мосты Хоть у вас Как у нас не разводятся Вы первый раз на Сибирске? Нет К счастью не первый раз Но впервые Походил на Аби На пароходике И это тоже Хорошее знакомство Потому что Знаете как говорится А вот вам антисанкции Вот вам Пожалуйста Восприятие Совершенно другое Иностранцы приезжают И ничего не понимают А вы почему еще живы? У вас же санкции У нас творчество Мы живем другими парадигмами У нас другой нарратив У нас другое восприятие жизни Мы живем не благодаря А вопреки Вот вопреки И о творчестве Мы же поговорили немного о том Каков театр кукол сегодня Что это не просто развлечение Это серьезная вещь Есть ли у вас предположение Какое-то видение свое Может быть И даже То к чему вы идете Какой театр кукол завтра? Мне кажется Что он живой А это самое Его принципиальное Отличие От любого другого Невозможно реанимировать Когда мне говорят Ой, надо реанимировать театр Я удивлен Потому что Как можно реанимировать То, что умерло Вот Театр кукол живой Он как Ленин Всегда живой В нем Сочетание Детскости И взрослости Помогает Всей семье Чувствовать себя Единым целым Это единственный вид искусства Который Однозначно Для всех Ну расскажите нам тогда Вкратце Что вы готовите Сейчас над каким спектаклем Вы работаете Или может быть Ваши ближайшие задумки Есть, есть На немножко Мертвые души Тамбове Да При этом Когда мы начали читать Я придумал такой ход Чтобы Чичикова играл Драматический актер А все остальные куклы И он будет общаться Именно с куклами И такое тоже может быть В театре кукол Да, синтез такой Человеческого театра Это сейчас называется Новация Это хорошо забытое старое Потому что Я говорил о великих режиссерах Уральской зоны Четыре выдающихся Русских режиссера Смешные фамилии Шрайман, Вальховский, Виндерман и Хусид Вот они как раз И сформировали костяк Совершенно другого Новационного театра Кукол Появившихся в 70-х годах И теперь мы Все, что думали Что раньше Это мы сами изобрели Оказалось во всем мире Это есть Польский театр Чешский театр Театр Старой Европы В Великобритании Потрясающий А я уж не говорю Про того Петрушку Которому сначала забыли А теперь У меня вообще в Петербурге Есть целая Специальная программа Называется Петрушки на Невском Когда нон-стопом Играют друг за другом Разные-разные И марионеточки И маленькие спектакли Для двоих И так далее И Новосибирский театр Своим фестивалем Перекресток Дает точно такой же Толчок к развитию К ощущению Этого вида искусства Для всех Ну я надеюсь У нас с вами теперь Будет традиция Встречаться каждый год На Перекрестке Да Посмотрим Нам понравилось Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM